Всем привет! Идем с Аленкой сейчас по достаточно уютному такому городку Куиньон. Тут у нас с одной, с левой стороны сейчас море, с правой стороны горы, много зелени, и достаточно ухоженный город, хоть и не, здесь не очень много туристов, в отличие от того же Нячанга, где туристов много и конкретно туристическое место. Здесь красивые аттракционы. Красивые? Да, всякие эти с вьетнамскими флажками, зверушки, нормальные такие небольшие аттракциончики, красивые газоны, очень красивые кусты. Все азиаты просто помешаны на кустах, стригут их в самых разнообразных вариациях. Всякие елочки, вырезают из них всяких зверушек, буквы. Ты на видео? Весокон? Нет, на видео. Вау. Ну, кроме того, здесь широкие, большие дороги. Так же, как и везде во Вьетнаме, много мотоциклистов, но это, конечно, значительно меньше, чем мы видели в Коши Мине. Там просто вообще сплошной поток, не прерывающийся ни днем, ни ночью, насколько мы поняли. Вот. Ну, пока что этот город составляет очень приятные впечатления. Ну, собственно говоря, вот поэтому мы решили здесь остаться на один день, отдохнуть немножко от передвижений. Думаю, так стоит делать, в общем-то, достаточно часто, а то, когда гонишь, то постоянно... А не раз в неделю. Да, уже просто не понимаешь, в какой вообще целью и вообще путешествуешь, и очень сильно устаешь. Тем более во Вьетнаме, когда автостоп тут не сильно развит, мало, очень мало просто машин, и города вытянуты вдоль трассы, поэтому создают большие трудности для автостопа. Но мы очень удачно сюда добрались, нормально, машина вчера, и проехали. Часов пять, наверное, ехали вместе с людьми по горам, по серпантинам, с очень потрясающим видом. Вчера я бы рассказывал. Может быть, да. Вот. Ну, пока что вот наша дневная прогулка. Идем покупать рюкзак. Возможно, посмотреть рюкзак, который у меня. Мой рюкзак собирается уже порваться парочку дней. Вот. Также посмотрим Азбуки, это теплая вещь и дешевая для похода в горы. Убираемся или во Вьетнаме здесь, или в Лаосе. Покорить Пунь-гору. Посмотрим. И пионеры едут, машут руками. Ну, также, может, посмотрим какой-нибудь котелок небольшой. Почему нет? Чтобы в горах была возможность что-нибудь приготовить самим. Хотя я не думаю, что там все очень дикое. Но надо как-нибудь подготовиться, если что, выбросим. Вот. Сейчас мы... Вот это типа центральной площади, что ли, города. За теми буквами сегодня ночью мы спали в палатке. Там парк рядом с пляжем. Мы там и устроились. Вот. Здесь светофоров в данный момент нет, где мы переходим. Поэтому байкеры движутся практически хаотично. И мы также хаотично переходим дорогу. Благо, вернуться от них достаточно просто. И им тоже объехать нас не сложно. Это тоже немножко удобно. Вот. Дальше будем еще что-нибудь рассказывать. Продолжение следует...